Вега Сквадрон На 30 минуте, ну и Что оставалось Вега Сквадрон Вообще на самом деле, кроме как Проигрывать в данной катке, ну Нипы, при этом еще И снесли полностью базу Команде Вега Сквадрон Ну, камбетчить при таком отставании И при отсутствии всех строений На твоей базе, ну это, извините, это уже перебор Полнейший, ну что, на данный момент Ниндзи в пижамах, забрали себе Лину Забрали себе Огрмага, Клокверка, Дизраптора И Геррокоптера Со стороны Команды Вега Сквадрон начинаются в выдумке Никс Ассасин В пике для Вега Сквадрон, Рубик Шадоу Финт или Шрак также Для них, ну Просто надо что-то сочинять Чтобы как-то переиграть Ниндзи в пижамах Если говорить откровенно То Нипы, помощнее буду Чем Вега Ну и Вега уже в одном шаге От вылета вообще из Борьбы За Интернешнл За основную его часть Нави у нас уже 100% Едут в Сиэтл Только вот вопрос Едут как основные участники Или едут Сражаться за Вайлдкар Ну Лучше бы конечно как основные Чтобы себя обезопасить От приезда Как например Виртус Про В прошлом году Приехали Быстренько Откатали Свои там Два или три матча Проиграли Все на Вайлдкарде И Нес пошел комментировать А команда Виртус Про Звернулась и поехала Кто куда Вич Доктор Последним пиком Для Вега Сквадрон Соло забирает Вич Доктора Маг будет стоять Сложный на Никс Ассасине Но One Будет играть на СФ И Паша Забирает себе Лешрака Паша будет играть На Лешраке Будет фармить В легкой линии Я думаю что Нипы бороться Против Лешрака Умеют Было бы глупо Если бы не умели Ну и Наблюдаем за Пиком команды Нип В сложную Отправляется у нас Юнусом Фан На Клокверке Ну если или не в сложную Может быть в легкую Но в любом случае В соло Будет стоять у нас Юнусом Фан Силкит у нас Играет на Огре Лина для Лимпа В мид Хендскин На Дизрапторе И Эра на Гирокоптере Под смоком Проскользнули Игроки команды Нинди в пижамах Теперь Они видят Своих оппонентов Фавард Был поставлен или нет Сема Заслеер Сто процентов Приплыл Сема Заслеер Видит не поп И все просто валить А куда бежать Непонятно Куда ты собственно Денешься Игнать По Семе Заслеер Должны его догонять Соло у нас еще и подстопил Касками всех Ну что и Соло Отсюда уходит И все уходят И может уйти Еще и Сема Заслеер И Сема Наверное Скорее всего Отсюда уйдет У Йонусом Фан На сколько 315 И у Сема Заслеер 290 Нет В Коге Закроет Йонусом Фан Своего оппонента Не закроет И Сема Заслеер Размансил И такой крутой Мув от команды Нинди в пижамах Закончился Ничем для них Сема Заслеер Тут конечно Вся жизнь Перед глазами Пролетела Пока он бегал Но бежал Относительно Правильно Безошибочно Молодцом Ого Нет Спасибо Так Рубик Отправляется На нижний лайн Будет у нас Саппортить Пашу Сюда же Еще и Соло На Вич Докторе Перемещается Мидлейн Для Шадоу Финда Ну и У Веги В сложной Будет стоять Маг На них Сосателе Со стороны Коллектива Нинди в пижамах Трипла Стоит внизу Это Эра На Гирокоптере Это силкит На Огрмаге И подтягивается Сюда потихонечку Хэндскин В легкую В соло Отправляется Йонусом Фан Против мага И в Мидлейне У нас Лина от Лимпа Лина от Лимпа Оружие На самом деле Убойное Уже неоднократно Наблюдал Лимп тащит Лимп тащит Ну что Вообще что ожидает Команда Вега Складрон Если здесь Выфармится Лешрак То будет На самом деле Достаточно Серьезная Такая Убойная Мощная Сила Если Лешрак Не выфармливается А выфармливается У нас Гирокоптер Помощнее Чем Лешрак То Лешраку Ничего вообще Не Короче говоря Плана Б У команды Вега Складрон Попросту Нету Если не выфармливается Лешрак Это значит Что его гнобили На линии И фармил Хорошенько Гирокоптер И СФ Мидлейн СФ Соло Не затачно Потому что Мидлейн СФ Создан У нас Теперь Для Мекки Для БКБ Для Даггера Для Юла Для всякой Херни По сути И эта херня Вообще Не решает У нас В мидгейме Совершенно Поэтому Тут много Конечно Зависит От того Лешрак Будет ли Убивать Будет ли Нормально Фармить На данном Момент У нас Лешрак Имеет 3 на 0 Крипстат Против Против 10 на 6 От Гирокоптера Ну вот Собственно Начало Ответа На Поставленный Вопрос Пока что У Вегев Легкой Вообще Нелегко Вообще Как там Мидлейн Ноуан 9 на 2 Лимб Против него 13 на 4 И здесь Перефарм И на Сложной У мага Как 10 на 4 У Йонуса Фана 8 на 3 Ну хоть здесь Маг На скелле Что Маг Напихивает Тут Ее на Сумфану Достаточно Плотно Маноберн В 1 В 1 Карапейс И импейл Тоже от мага Вкачан Вкачан В 2 Ну и маг С чужими тангами Маг наверное Готовится к появлению Батла Я думаю Побежал уже Веговский Бульдог Несет Тапки СФу У СФа Боттл И все У лимпа Ну талисман Кстати лимп поймал Нас Но вана Не стал задувать Через драгонслейд Наверное потому что Вижена не было Теперь промазывает Слабак У нас без ФБ Кстати до сих пор 3.5 минуты сыграно Ферст Блат еще не сделан Так Никса Сазин 612 хп Для Никса Ой 612 612 на руках было У мага Немножко оставалось Здесь еще до батлы Но пару крипов И будет боттл Ноу Говорит Клокверк Денайо От Йонаса Фана И такой Долгожданный Боттл Откладывается У мага Ненадолго Правда По голде Вега Впереди На 100 По экспириенс На 200 Даже по экспириенсу На сотню Но Нипы Упы Блин Нипы Со своей комбинацией На самом деле Убойную мощь имеет Им главное Левела получить Здесь Рубик Телекинез Телекинезу Телекинезу Телекинеза Телекинеза Не сильно Отличается Полторы Это секунды Или это Две секунды Двадцать пять Две двадцать пять Но это не огромная разница Совершенно А вот касательно Например Кинетик филда Или Касательно Глимса На громаднейшем Расстоянии Глимс Здесь В три раза Дальше Становится Ну а здесь Полторы секунды Телекинеза Потом Две двадцать пять То есть На Вырастает Всего лишь На пятьдесят Процентов На пятьдесят А у Хэнскина На триста процентов Вырастает Полезность Его скилла Уэра продолжает Формить У него Двадцать на девять Он обгоняет Ненамного Но все-таки Обгоняет Лешрака Пятнадцать на семь Здесь Лешрака У Эры Дела получше На первом месте Идет Лимб на линии И Лимб на линии Совсем немного Обгоняет СФ Но Ничего Так смотрится Еще Чуть даже Неплохо Думаю Что дела Будут у него Похуже Есть Лагуна Блейд У Лимба Ну и Но ФБ Лина Просто Раскастовалась Все Раскастовалась И наваляла С руки ФБ Мы с вами Наблюдали Еще 44 Частливчика Здесь Призы Получили Красавчики Может и мне Что перепало Но это время Насрубик Проседает На нижнем Лайне Сема Заслеер Отхватил И Продолжает Команда Нип Издеваться Над Вегас Кладро Жалко Конечно Жалко Что ФБ Потеряли ФБ Потеряли Абсолютно На ровном Месте То есть Примерно Это Иж Должен Был Ждать Сф От Лины Что Еще От Нее Ждать Рассказ Под ноги Задувка Лагуна И дальше Просто С руки Месить 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 На нижней Лайн Выходит У нас Йонусом Фан Сема Заслеер Увидел Йонусом Фана Очень Удачно Сема Сюда Прилетел Если Не так То Закрыли Бы Клока И Закрыли БСФ И Клок Вместе С Линой Просто Размазал У нас Шаду Финда Так Не Случилось 7 минут Сыграно Нипы По Галде 800 По Экспириенсу Тоже 800 В пользу Ниндзи В пижамах Солой Примещается В собственный Лес Делает Здесь Отводы У Паши Более-менее Пространство Для фарма Появилось В это время Сема Заслеер На Центральной Линии У него Тапок Обсервер И в принципе Больше для Рубика Ничего Как там Маг У Мага Есть уже Аркан Буци У него есть Пурманшилд Танго Мэджик Стик И И И ТП В принципе Все на этом У Йонаса Фана Уже есть Брасер Есть Боттл И Бутсов Спид Шестой Для Клока Имеется Есть Шестой Для Никса Сассина Со стороны Команды Ниндзи В пижамах Шестой Есть Шестой А вместе С ним И ульт Конечно же Есть у нас У Лины Есть шестой У СФ Но он Не качал Еще Реквем Оф Сол Это будет Десятый Одиннадцатый Уровень Как я понимаю Да 8 с копейками минут сыграно. 250 НИПы в плюсе. Кстати, ничего так отыгрались. Вега. Что-то где-то кто-то нас забирал. Как я понимаю, с 1000 до... До 250. У мага есть виндета. 8 левел есть для мага, но он... Но он как-то не реализует его. Он никуда не выходит, нигде тут не шарится по карте. Стоит фармит. Стоит фармит непонятно ради чего. В это время там трипла. На самом деле очень плотненько терпит. Лишак до сих пор 5 левела. Гирокоптер тоже, кстати, 5 левела. Но у гирокоптера 42 на 17. Лишака 27 на 9. Маг прошарился по вражескому лесу. Посмотрел, где кто находится. Никого не нашел. Павел тут хоровод крипов. Отводик специально для своих ребят. За это время должен быстренько спушить. Но здесь пачку крипов быстро развалят. Ну и тех крипов не получится вообще бить. Эра опять проблемы со звуком. Ладно, по артефактам давайте просмотрим так на вскидку. У кого что интересное появилось. Вообще ни у кого ничего. Юл будет для Лины. Лишак. Вообще без ничего. Аркан Буцину. Талисман. Никс Ассасин. Вот полторы тысячи имеет после Аркан Буцов. Маг по Нетворцу должен впереди где-то быть. Да, 3700 у него немножко отстает от Ноуана. Маг фармит очень даже серьезно. ОСФ Ахедрес. Готовится выйти в Мекку. Баклер, наверное, в Курьере. Да, так и есть. Вот он. Вич Доклер. От Соло ничего. И Рубик тоже, в принципе, ничего. Ну, радует то, что маг выфармливает. Может и затащит. В принципе, самый опытный игрок команды. А Вега Сквадрон может и получится затащить. Подкоп от мага по Йонасу Фану не точный. Ну и маг, наверное, насобирает себя на даггер. Потом пойдет уже по линиям, собственно, драться с оппонентами своими. Но пока игра, ну, супер пассивная. Это даже пассивные доты не назовешь. Пассивные доты больше фрагов, предполагая. За 11 минут у нас два фрага, и то не по их сделали. Вега вообще ничем не отвечает. Стоят себе, фармят. Лина покупает Юл. Вообще без экшена, никто никуда не выходит. Странно, очень странно. Наконец-то Лина у нас юзает Смоук. Сама абсолютно в гордом одиночестве. У Эры есть инвиз. Причем инвиз настоящий, а не смокообразный. Лимпа поднимает. Ну и вот первая реализация Юла. Паша здесь просто разорвала на куски. Гирокоптер забирает этот фраг. Дальше за всем из-за слейера. Все мы поймали. Ловит у нас Сема Фаер Бласт. Минус 2 делает команда Ниндзи в пижамах. Ну и теперь будут забирать Тавер по низу. Тавер по низу тоже падает. Вообще без какого-то сопротивления от Вега Складрона. Они 4 фрага проигрывают, проигрывают. Сейчас будут проигрывать золото, я так понимаю. Кстати, фармили-то Вега получше. Но тут очень много чего держалось на Ноуане и на Маге. В итоге Т1 спушивают игроки команды. НИП Эйра забирает себе деньги за Тавер. Ну и... Можно перемещаться на другие линии. Юнусом Фан на миде. Юнусом Фан зарабатывает себе экспириенс, который, в принципе, ему уже и не нужно. У него все необходимое есть. Так, Лина в это время забирает у нас лишь Рака. Вместе с Гирокоптером. Ну, Лина теперь просто убойная сила. У Лины есть Юл. Скоро, я думаю, и Даггер появится для Лимпа. Тоже, в общем-то, всего хватает. И тут стандартного базового дэмэджа от Драгонслейва и Лайтстрайкера. И вместе с Лагуной хватает линии. Поэтому я думаю, что сначала Даггер, потом Аганим. И то Аганим не критичен. Потому что БКБ непонятно, когда вообще будет появляться. Хотя у СФ уже есть Огрклаб. Ноуан пытается себя обезопасить от полной комбинации. Лагуну, конечно, в итоге будет ловить от Лины. Тут Аганим неизбежен. Но хотя бы на ранних этапах не валится от Лины. И то был бы плюс. Мак провязал Виндетту. Первый фраг может быть от команды... Вега Складрон. Мак подкоп по Йонасу Фану. Поняли, что Йонасу Фан может, в принципе, здесь и уйти. Ну и так забрали. Виндетту провязали не зря. Так ну что, Вега, выигрывали 1000 по голоде. Теперь в ноль скатились. По экспириенции все равно Вега в плюсе 1500. А как так может быть, я не понимаю. Вообще даже не в курсе. 5-1 счет. 14 минут цикла. Кто вообще где кого перефармливал? Почему Вега впереди? Ну по Найтворсу видим, что Ноуан на первом месте. 7200 для него. 6800 лимб. 5200 мак. И дальше 4700 эра. Вот эра меня немного удивляет. Как-то это все странно, что Бэра у нас на четвертом месте был по фарму. Еще и на Герокоптере, еще и в трипле. Возвращает у нас Пашу. Климс. Кенедик Филд. Паша развалился. В чем большую... Хендскин очень заслуженно получает фраг. Все-таки он сделал максимум. Ноуан разультился. Лимб в это время Лагуна Блейд у нас зарядил в Рубика. Начинает настреливать по Ноуану. Ну и от Соло Дезвард неплохой. Потеряли Огр... Мага у нас игроки команды НИП. В Мага врывается и на Сомфан. Ну и Мага здесь разорвут. Еще и Шоквейв от нейтралов. Маг на лоу ХП. Старается уйти отсюда. У Мага есть даггер. Все. Маг упрыгивает. Мага глимсует назад. Приехали. 2-8 счет. По голде здесь НИПы подняли. Немного, конечно, но... На этой высоте очень даже неплохо. Вега все, что выигрывали, теперь отдают. Ну, мне почему-то просто кажется, что НИПы сильнее. Итак, я смотрю по артефактам, да и по набору героев НИПы вроде как посильнее. И когда смотрю графики, у меня вопросы. Почему Вега выигрывает? Уже НОВАНа обгоняет у нас ЛИМП. На линии АЭРа обгоняет Мага. Вот и подрались удачно. Я, Паша, мне больно. Так, у ЛИМПа уже 1300 есть сверху. Огрклаб имеется. Ну, и ничего больше, в принципе, как подсказку ЛИНа не дает. Ну, либо Аганим, либо БКБ. Скорее всего, Аганим. Я думаю, по тому давлению, которое НИП оказывает своим оппонентам. Скорее всего, все-таки БКБшка. Что 8-2, по золоту мы видим, что впереди у нас НИПы по Экспириенсу. Тоже графики в сторону команды Ниндзи в пижамах. Давайте по артефактам пробежимся. У Клока уже, в общем-то, готов. Блэйд Мэйл. Я у нас Сумфан нормально так затарился. У Огрмага. Ничего, в принципе. У Герокоптера. Есть у нас Сенж. Есть Рингуфаквила. Пауэртретс и Боттл. Сенжин Яшу, Ведитера. Это точно, говорю. Лина с Огрклабом. Думаю, в принципе, подогоним. Самое оно. Дизраптор. Получает у нас Арканбутс и Юрн оф Шадоуз. Так, и СФ, который вернулся. У СФа БКБ вот-вот. На подходе, поэтому да. Агоним все-таки в приоритете для Лины. Никс Ассасин с Арканбутсами. С Блинк Даггером. Лешрак. 650 голды на руках. Ну, Талисман. Боинт Бустер и Арканбутси. Ну и Рубик. Рубик тут вообще на соцспособе. Рубик рахетичен, в принципе. Ну что, не выигрывает по голде, по экспириенсу Вега. Впереди тут, правда, на чуть-чуть. Совсем на... Сколько? На 80 экспириенсов. Но, тем не менее. Впереди, впереди, да. Ну что, начинается файт... Не файт, точнее, а пушат команды Вега-Сквадрон. Они обходят их вбок. И причем в инвизии здесь Лина. Ее не видят. Мак пытается здесь подкопать сирки. Далует у нас танк. Пошел у нас от соло. Дезвард. Дезвард заканчивается на том, что Лим просто разваливает у нас соло. Причем в соло. И Мак в инвизии. Виндетти отсюда уходит. Задувка пошла у нас от Лимпар. Развалили Мага. Потеряли у нас... Огр... Мага игроки команды НИП. Потеряли также у нас и Дезраптора. 2 в 2 подрались. 2 в 2 это хорошо для команды Вега-Сквадрон. Это фраги какие-никакие. 4... 10 часа было 2-8 до этого. Уже неплохо. Ну и в пользу команды Вега-Сквадрон закончился файт. Тут, конечно, месиво полное. Было. Ну, соло бы здесь Аганим. Прям вообще было бы великолепно. Со старта просто Аганим бы. Собрать. И можно было, конечно, тогда и драться. А так пока... Даже не знаешь, на кого надеяться. Ну и Маг отыгрывает хорошо. У Мага все неплохо. Вообще получается в Доте. В этом матче тоже на уровне. Но... Как-то не очень прет Магу. 0-2-3 счет. У Лешака. Уже есть Огрклаб. Поинт Бустер. Паша вполне может собирать себе Аганим. Может и такое быть. Ранить. Ну и у Сэфа готовый БКБ. БКБ уже в файте в этом... No one you zal. Есть также Мека. Есть ПТ и 1000 сверху. Игра максимально скучная. Вот насколько могла она быть скучной. Настолько она скучной и стала. Странно. Вроде и герои ничего такие. Какой-то экшен должен быть более-менее интересный. Ну, может просто что... Не знаю. Не знаю. Такое ощущение, что одни не хотят. Другие не могут. Лимп. Станн Соло. Лагуна Блейд Соло. Соло умирает. Ульта пошла у нас от No one. Лимп готов разорваться и с No one подраться. Как я понимаю. Огрмак у нас опять отправляется в таверну. Кулдаун пошел от Гирокоптера. No one в таверну. И сил... Не силки, да Сема Зе Слея. Здесь Драгон Слейвом. Нас задувает в Лимпа. Задувает в Эру. Пока что 2 в 1. Сема Зе Слеяр здесь увидели. Ну и Никс Ассасин под Вардом. Все, Никс вышел. Рубика находят. Ставят Рубика в Кенетик Филд. И Рубик здесь умирает. А далее еще и килл для Эры. 3-1. Заканчивается этот файт. Эра здесь денег поднял. И по золоту вообще вся команда НИП нормально так взлетела. 2 900 по экспириенсу. 1200 по золоту. Короче, непонятно, кто из веги будет тащить. И как это вообще реализовать. Ну, Лешрак вроде бы, по идее. Вроде хороший. Герой. С потенциалом. Все это так сейчас популярно и интересно. Для этого Леший должен тащить еще со старта игры. А Паша у нас был загнан по фарму. Паша сейчас находится на шестом месте по Нетворсу вообще. Его обгоняет Мак. А сверху у нас Йонусом Фан. А сверху Эра. А сверху Ноу Ван и Лимб. Все мы за Слэйр. Хоть бы какой спелл стил классный у Лины стилил. Ну, например, Лагуна Блейд. Кстати, тоже вещь очень даже ничего. Блэк АБ. Блэк АБ покупает себе Лина. И с этим Блэк АБ... В принципе, и не страшен никто в составе команды Вега. Не считая только Вич Доктор. С Вич Доктором, я думаю, что Лина разговаривает очень быстро. А тут и ЕУ есть, и Лайт Стрекеры под ноги. Да и Лагуна Блейд немножко у нас осадит Соло. Это факт. Надеюсь, Нави не отлетят от НИПов завтра. Откуда вообще инфа, что НИПы, если выиграют эту катку, то пройдут Форенкерсен Си Кэтнен? Мне кажется, нет. Вообще, капитаны очень сильны. Это мое мнение, конечно. НИПы на фоне Веги тут, конечно, смотрятся хорошо. А вообще НИПы, как по мне, не самый серьезный оппонент. Три тысячи НИП по золоту, по Экспириенсу тоже три в пользу НИПов. Потому что Эра в Инвизе, в Инвизе настоящем. У Эра, кстати, БКБ будет появляться. Надо еще 800 копеек насобирать. Просто собрал себе Сенш на всякие случаи и тарит БКБ. У Гирокоптера тем временем... О, у Вичдоктора, точнее, 900 на руках. Скорее всего, Аркан Буцы будут для Соло. Дальше уже будет думать по ситуации. Но есть деньги на... Митрилхаммер лишь Ракан. Но не знаю, БКБ есть ли смысл здесь Паше собирать. Бить-то с руки его будет Гирокоптер. И Гирокоптер, и Лина. Которые уже у нас 2200 осталось насобирать до БКБ. На первом месте НОВАН. НОВАН ничего еще, на плаву держится. Яша, Мекка и все, все, все. Так, поднимают у нас НОВАН. НОВАН приземляется, приземляется в Кенетик Филд. Но БКБ есть для НОВАНа. Он отсюда, в принципе, уходит. Так что Вега своего мидера не теряет. И главного вообще тут богача, богача на карте. Но Ван и сам решил остаться здесь. Вдруг за мной идут. Давайте-ка я постою. Глимсует назад, все мы заслэляем. Под стан, под задувку. Огармаг забирает этот фраг. НАВИ точно уже летят в Сиэтл. Да, НАВИ точно летят в Сиэтл. Но, еще раз говорю, победитель данной квалификации, если НАВИ завтра в финале обыграют вот того, кто в финал выйдет, то НАВИ официальный участник Интернешнл. То есть, в той самой части, где 16 сильнейших команд со всего мира и бла-бла-бла. То есть, НАВИ и вот эти 16 сильнейших команд, которые будут призовые разыгрывать. Так, МАК у нас очень сильного фулдауна наполучал. Карапейс провязал МАК. МАК умирает. Убирает Гирокоптер на лоу-хп, но Гирокоптер выживает. Как же тут Вегам не поперло. СФ разорвали. Ну, Гирокоптер у нас уходит. Уходит также Силкит отсюда и Хэнским тоже уходит. 2 в 2 подрались. Кстати, очень даже неплохо для команды Вега-Сквадро. 1100 они по золоту заработали, 3200 по экспириенсу. Классно. Ну, Ильшак остался жив. Ильшак приобретает себе БКБ. Так. Закончу мысль. Вот, Нави уже в финале европейской квалификации. То есть, Нави попадут, если выиграют финал европейской квалификации. То есть, выиграют завтрашний матч, который будет в 19.00 против Якорей, против НИПов или против Веги, кто там выйдет туда. То Нави становится официальным участником никаких вайлдкардов. То есть, они точно такие же, как ЕГЭ становятся. Точно такие же, как Сикреты, как IG, как Клау... Ну, кто там еще залетел, уже и не помню. Как Эмпайр, как Виртус Про. То есть, точно таким же становится Нави. Вот. Но если они вдруг завтра в финале проигрывают, то тогда они попадают в вот такую вот серию небольшой бомжей, которые будут сражаться за вот такое же право, которое они получат, если выиграют квалификации. То есть, вайлдкарты называется. Они придется сражаться многим командам за два слота. Не за два, за один. За один даже слота. За один. Опять же, приведу в пример Виртусов, которые приехали бороться за вайлдкард в этом году и уехали. Не выиграв его, не попав на Интернешнл. Ну что, Эмпы на Рошане. Они как будто знают, что делать, а Века как будто не знают, что делать в доте. Правда, Эмпы... Есть у них время, они пошли в Роху зафармить. Нет у них времени на Рошана, они фармят на линии. Есть у них артефакты, они дерутся. Нет артефактов, избегают драки. Команда Вега Сквадрон просто по течению нас идет. Но Ван фармит, 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 фармит. Он на первом месте по фарму, вроде бы, но он всю игру фармит. Никого толком не убивает 4-3. А здесь Лина, которая не фармит толком, но при этом умудряется всех убивать. И держится на том же уровне, что и на Уан. И Лина эсэфа в соло разбирает. Это 100%, я вам говорю. Мека БКБ еще из эсэфа бойца не делает. А у Лины всего будет предостаточно. Сейчас у Лины появятся аганимы, тогда... Тогда пища пропала. То есть рассказ полный от Лины, и Лина с руки эсэфа уничтожает. Тем более такого тряпочного эсэфа, который сейчас у нас в тренде. А соло-то собрался выигрывать эту игру. У соло есть уже поинт-бустер, у него есть Огрклаб. Соло хочет аганим. Соло хочет в Сиэтл. Но соло-то и так поедет в Сиэтл, я думаю. Есть кому забрать его. Как команда Вега Сквадрон, как часть команды Вега Сквадрон, не факт, что попадет туда. Пока скорее нет, чем да. Не знают уже, куда уйти фармить. Просто ходят и просто фармят. То здесь, то там. Драки никакой не встречаются в лесу. Привет, привет, Дизраптор. Привет, Огрмаг. Привет. Гирокоптер, чё делаешь? Я тут кулдауном фармлю собак в лесу. Классно. Пойду Лине расскажу. Привет, Лина. Там Гирокоптер собак убивает кулдауном. Ммм, прикольно, да, пошла я отсюда. Пойду я попробую. Гирокоптер покупает себе демонедж. Уже, в принципе, в МКБ собирается эра. Ну и Йонасомфан тут уже, в принципе, с... Почти, не почти, почти, не почти. Йонасомфан уже с Аганимом. Денег, в принципе, достаточно. Всё, Аганим куплен для Йонасомфана. Осталось курьеру принести его. Ну и Огрмаг, что тут? Огрмаг пошёл дубинкой месить. Крипов? Ну, охренеть, как интересно. Просто чудо вообще. 30 минут сыграно, 24 фрага. Самое оно. 11 вечера, супер круто. У Соло, кстати, немножко денежек надо накопить до появления... Аганима. Тогда Дезвард, конечно, от Соло будет классным. Если дадут. Но меня по-прежнему не покидают сомнения, что... Соло вообще сможет ли его вкастовать. Потому что Лина тут с Йоулом. И Соло достает вообще из любой задницы. И Лина через Лайт Страйк Эрри, да и через Лагуна Блейд. Соло моментально охладит. Моментально. Ну что, по голде Нипы выигрывают всего 3000 по экспириенсу. Всего 5. Вроде можно играть. Тем более, Нипы не идут у нас нападать. Не нравится им драться. У Лины уже готов в Аганим. У Эры есть демонедж. Эра будет МКБ покупать себе через 1350. Ну и все, Нипы подходят под Т2. Решились все-таки. Молодцы. И в это время Вега в собственном лесу. 30 минут фарма собственного леса. Это же просто жесть какая-то. Аганим. Аганим. Есть у Соло, а проюзать смог ли Соло Аганим? Как вам показалось? Ну и Мага закрывает у нас Кеннеди Филд. И по голове тут просто наваливает ему. Гирокоптер. И Лина тоже забирает этот фраг. Очень классно. 32 минута. Допушили до хайграунда игроки команды Нип. Сейчас пушат Т2. И что потом? А потом будет It's Farm Time. Время идти в лес. Бить крипов. Хорошо же получалось, да? Почему бы не продолжить? No one, use it BKB. Ну и все. На этом моя история у No One закончилась. No one, use it BKB. Точка. Никто No One не бьет. Никому No One не интересен. Нипы будут пытаться подпушить подлайн. Подняли у нас Соло. Лим задувает у нас Соло. Соло умирает. Соло опять не смог прорезать Дезвард. И есть у него Аганим. Нет у него Аганима до одного места на самом деле. Все это... Нип начинает просто издеваться на Гега Складрон. Они мощнее. У них есть необходимые артефакты. И они могут эти артефакты реализовать для Лины. То есть, понимаете, да, прекрасно, что такое 950 дэмэджа вливать. Еще есть рейнджи огромный. Кто это выдержит? Рубик? Да у него сердце два раза станет. SF? Не думаю. Ну SF разве что. Остальные как-то вообще не внушают доверия. У Лешрака есть БКБ, Пойнт Бустер. И Паша на Лешраке по сути бесполезный. Что у Паши на Лешраке? У него есть даггер. То есть, он мобильный. Он молодец, конечно. Но на 34-й минуте Лешрак должен у нас быть уже с Бладстоуном. У него должен быть БКБ. И после БКБ, в принципе, это намеки какие-то на Аганим, например, должны быть. А здесь тапок, даггер, Пойнт Бустер и БКБ. Это Мейнкер и Команды Вега. Ну, по крайней мере, так планировалось. 8000 НИПы и... 8000 НИПы. Ну что, у нас с Лимб, с Аганимом, с Бутсов Тревел, с БКБ, с Юулом. Там всего предостаточно даггер просто вместо батла. И Лина у нас машина для убийства. Сдувает под ноль любого. Любого. Например, Крипа любого. Так-то это понимаешь, что ли? Лимб. Лимб. Маг готовится у нас к появлению Аганима. Видят Мага. Врывается в него Йонасом Фан. Есть, в принципе, гем. Мага должны здесь забирать под копот Мага. Маг умирает. Ну и команда Вега разворачивается уходить. 4 против пятерых. Не хотят драться. Стараются глимсануть у нас Ноу Вана. Ноу Ван разульдился. НИ Лимб. Включает БКБ. Дезвард у нас, кстати, от Соло. Офигительный Дезвард. И забирают Лимба. И дальше Дезвард от Соло. И Дезвард от Соло минус 3 делает для команды Вега Скадро. Правда, все остальные здесь, кроме Соло, немножко донненькие. Но кое-как гирокоптер еще, кстати, улетел. А мог и не улететь. Ого-го. Вот это Соло тут психанул. 3000 по голде выигрывает Вега и 7700 по экспириенсу. Теперь какая комбинация? Просто держись поближе к лесу. Да. Не ожидала команда. НИП, наверное, такого поворота. Да и никто не ожидал. 8000 выигрывали НИПы. Теперь проигрывают. Теперь выигрывают 5 всего лишь. Ну и с десятки до 7 скатились. По экспириенсу. Силкид видит Соло. Ты ставил Дезвард. Да, Ян? Все, умри. Класс. Неожиданный такой заход. Причем на тупом вообще. Огромак у нас бежал. Он и сам по себе тут умом не блещет. И визуально, и вообще по факту, по... Ну, по теории Доты. Просто та скорость, с которой он пешком зашел за елку и дал фаербластом, но у меня нелепейшая была. Эра вместе с лимпом на Рошане. Недалеко Хэндскин. И недалеко здесь и Клокерк. Клокерк простреливает ситуацию. Проверить, где кто, если что, врываться. Ну и Рошан падает для команды Ниндзи в пижамах. В это время бега по топ-лейну. Так, перемещается команда Ниндзи на топ-лейн. Лимп уже здесь. Да и все здесь, в принципе. Пашу видит силкит. Если не видит, то должен бы. У лимпа нет даггера. У Хэндскина даггер есть. У Клокверка тоже есть даггер. Кукшот, Клок не юзает. Кто это у нас ТП-аут сделал? Это маг. Маг улетел. Айенция 24. Еще 39 минут. 5000 золота НИПы. Экспириенс 6000 тоже НИПы. Ну что, по нижнему лайну НИПы решили пропушить. Т2, в принципе, здесь нормальная жертва для НИПов. Главное Дэзварда избегать. И все. Проблем быть не должно. Дэзвард от Вич Доктора в прошлом файте трипл килл чуть ли не сделал. Дэмэджа очень много, поэтому надо стараться поаккуратнее с этим делом. Ну а команде Вега Сквадру надо стараться поаккуратнее быть с Вич Доктором. То есть, дорожитель. Ну что, привязываемся к Вич Доктору. Каски полетели в клипу. Очень классно. В это время у Гурмага. Пока забрали игроки команды Вега Сквадрон. Пошел Дэзвард от Соло. Дэзвард пилит Эру. И Дэзвард выпиливает Эру. Эра, правда, только Эггис потеряла. А теперь вот Эра у нас встает. И его кто-то может файкиться. БКБ у Эры тоже закончился. Ну Эра у нас, кстати, на лоу хп. И Рокет Бараж включает Сума Зе Слея. И это трипл килл уже от Ноу Вана. Это ультра килл от Ноу Вана. СФ забирает четверых в этом файте. Это Тим Вайп от команды Вега Сквадрон. Давайте еще закомбетчить эту игру, чтобы мы с ума в третьей катке вообще сошли все. 3-400 по золоту. 10-200 по экспириенсу. Охренеть. 16-27. Становится счет. Класс. Камбэк. Ууу. Экшн. Я счастлив. Захватывающе. Что, 41-ая минута идет. Такое ощущение, что уже минут 900 играет одна и другая команда. Вроде как-то нормально. Вроде и экшн периодически бывает. Но общее впечатление от катки, ну, как будто ее не было. Такая на самом деле нудная пердь. 42-ая минута пошла. Ну, НИПы проиграли по золоту здесь где-то тысячи две с половиной по экспириенсу. Где-то, где-то, где-то три с половиной, да. Может даже четыре. Не постесняются теперь подходить на вражеский хайграунд. Они уже там наотхватывались. Второй раз подходить к соло с аганимом и дезвордом эпичным. Думаю, что смысла нет. Вообще у соло 17-ый левел. А ну-ка, у многих ли здесь такие левела? У соло 17-ый, 15-ый у мага, 14-ый у Сёма Зе Слейера и 17-ый у мидлейнера. Нет, не у мидлейнера, у мейнкерри, у паши. 20-ый у СФ. Хоть как-то, хоть кто-то сражается. Но ван всю игру фармит. А я в Зескаде есть у нас. У СФ есть также БКБ, есть Кристалли. ССФ может у нас еще и закомбетчить. Ну что, ВД покупает себе БКБ соло. Теперь у нас для большинства кастов неуязвим. Есть Лагуна Блейд у Лины, единственное, что опасно для него. И что для него еще опасно? Ну, кулдаун Герокоптера, да, дэмэдж нанесет, это понятно. Но дэмэдж тут не критичен. Главное, чтобы не сбили Дезвард. Ну и... И хукшот от Клокверка. Тоже вещь неприятная. Это вот единственное, что угрожает у нас соло во время прокаста БКБ. У Ноуана 2 200 на руках после Кристаллиса, после Айф Зескаде. Ремонт оставил. Можно было бы дособирать наконец-то Ноуану. Слабо понимаю работу агонимных скиллов на Нюксе. Нюк зарывается в землю. Вот. Ничего нифига с ним сделать нельзя. Вот. И единственное, что может давать Никс, это он может... давать стан и может давать Маноберн из-под земли. Импейл становится с огромнейшим рейнджом. Огромнейшим. И с огромнейшим рейнджом становится Маноберн. Но сам по себе биться он не может. Только если вылазит. Я, кстати, до сих пор не видел вообще, что делают с таким Никсом. Можно ли бить его, когда он... Закапывается, когда он под землей стоит. Так, у Рубика появляется Point Booster. Ничего себе, агоним собрал... Решился собирать все Мазеслэйр. Ну и не бы пошли дальше гулять. И что, время есть, давайте фармить. Классно. По артефактам Герокоптера, МКБ есть уже. Есть Сатаник. БКБ как будто и остается. Правда, 7 секундный Сенс есть для Эры. Со стороны НИПов. Что там еще? Клокверк. Агоним есть. Бутс оф Тревел. Блинк Даггер. И Блэйд Мэйл тоже есть для Клока. Огурмага, нифига вообще. Силки тут просто в днище. Лина. 2000 на руках после... После какого-то из этих артефактов. По-моему, Бутс оф Тревел Лин последним покупал. У Дизраптора после Даггера появляется Став оф Изордри. Это значит, что он будет выходить в Дизраптор. То ли Форс Став, то ли это будет агоним. Агоним маст хэв на Дизрапторе. Это факт. Паша врывается у нас на ХГ. Силки Тат-5 отправляется в таверну. Ульта пошла у нас от Эры. Ну Эра готов драться? Нет? Непонятно. Кенскин прыгает вперед. Возвращает назад мага. И мага скорее всего здесь убьют. Маг просто разорвало. Мага беднягу от... Лагуна Блейда. Ну и Йонасом Фан сразу же Дез Ватт сбивает у нас Соло. Соло под БКБ. Соло в принципе неплохо дамажит. Убивает у нас Гирокоптера. И Йонасом Фан прыгает дальше на Соло. И умирает у нас Йонасом Фан. Ну и Лимб отсюда уходит. Лимб уходит. Три в один подрались. Игроки команды Вега Сквадрон. С плюсом для себя. 1600 по золоту. 4500 по экспириансу. Ну и... Нипы в обход пошли кого-то ловить, как я понимаю. Лишака увидел у нас Лимб. Почему было не остановить Лишака? Непонятно, в Глиммер Кейп уходит Лишак. Живой. Вот такого Лишака, конечно, больно наблюдать. Лишак, который по идее должен был у нас с Бладстоунами быть, с Акторин Кокорами, с всей вообще хренью возможной в доте. А тут Глиммер Кейп, тут Таганим и БКБ. И Даггер. Вот нелепийший из мувов Даггер. Я бы понял, если бы это был Саппорт Лишак. Но это был Керри Лишак. Потому что Нипы растеряли всё своё преимущество. Гирокоптер, как ни посмотрю на него, он постоянно под дезвордом сам не бьёт, только от дезворда отхватывает. Вега, решили на Роху сходить. Рошан упал, Рошан ждёт. Приходите. Мак уходит в Виндету. Так, есть ли Вижен? Нет, Вижена нет для команды Ниндзи в пижамах. На Рошане вообще. Но знают, что Рохи нет. Рохи нет, вот он только возвращается. Значит, Рошан был где-то недалеко. Почему он здесь был недалеко? Потому что его били. Он пошёл мстить. Лишак у нас на ХГ. Соло далековато. В принципе, от файта, но это чтобы дезворд поставить удачно. 19.28. Но Ван продолжает пофармливать. 2.400 у СФа. На руках даже 2.600. У него есть Дейдалус, у него есть Айзаскади, у него есть Яша. Лимб поднимает СФа. Под ноги Лайтстрокера и подкоп пошёл к Олимпу. Лимба сожрали. Лимб сразу же Байбэ. Ну и здесь Йонасом Фан. Блейдмейли. Ну, команде Вега плевать на Блейдмейли. У всех есть БКБ. Эра начинает настреливать на Гирокоптере. Паша на лоу ХП здесь. СФа должны разваливать. Где СФ? СФ уходит. Линцует назад здесь всё музыка Слеера. В это время Гирокоптер забирает. А никого, кстати, не забирает. Ну, Эра начинает настреливать по Соло. Соло вполне может и умрёт здесь. Да, Соло должен здесь умирать. Гирокоптер его забирает. И троих, даже четверых, потеряли Ниппы. Против двоих игроков команды Вега Сквадрон. Вега ещё закамбетчат в этой катке. 2000 Вега по золоту и 8400 по экспириенсу. В принципе, дополнительный фарм здесь был для СФ, а Сёма за Слеер. Правда, всё забирает. У него уже есть Аганим, у него есть Даггер. И у нас уже 51-ая минута идёт. Это спутамбл! Эра, на рог. 2500 на руках. МКБ есть. Сэнджи есть. Но, правда, Сэнджи не аж так не появляется для Эры. Эра отсюда старается уйти. Мак, подкоп по Эре. Эра, давай, ещё умри здесь. БКБ включает Эра. Разворачивается под сатаником. Старается отъесться. Не получается. Эру убивают. Убивают также... Никого, в принципе, больше. Мак у нас живой. Мак закопался. Мак здесь регенится. Вот так выглядит Мак. Ты не ты, когда голоден. Это видим мы. Остальные не видят. Есть ли байбэк у нас у герокоптера? Да, есть байбэк. Так надо лететь тогда сюда. Роха падает для команды Вега. Забирает Ноуан данный артефакт. У Ноуана вообще по запаку всё великолепно. У неё 3000 ещё и на руках. Теперь Яшу в Монтостайл. Превращай и бей-беги. Я всё хочу посмотреть, как противники ведут эту кучку. Ну, я понятия не имею. Сейчас, как появится на карте где-то... Никс. Будем глазами команды НИП смотреть. Субтитры делал DimaTorzok По голде Вега уже выигрывают 6000. По экспириенсу они выигрывают 10000. Вы что, издеваетесь, что ли, НИПы? Ну, он начинает подпушивать Т2. Всё, мы за слейер недалеко. У него есть даггер, у него есть аганим. У мага есть даггер, аганим, сыр, аркан, бутсы. И есть гем для мага. Ну что, внешний тауэр на топе падает, последний. Остался только Т2 по нижнему лайну. Для команды Вега-Сквадрон. Удаун по СФу. Так просто отпугнуть. 6900 на руках у СФа. СФ тут всех абсолютно переформил. Команда Вега-Сквадрон, скорее всего, закомбетчит эту катку. То есть они уже как бы закомбетчили до 6000 преимущества. И 10000 экспириенса. Ну вот, проигрывали прилично. И здесь вроде должны выигрывать. Ну, он покупает все. себе Блэк Кинг Бар. А что с Яшей делать? Продавать? МКБ для Нуана готов. Куда его вкладывать, пока что не ясно. Возможно, Яшу отправить на базу. Яшу отправить на базу. Что, команда Вега-Сквадрон под хай-граундом НИПОВ. В инвизиум магу. Маг, в принципе, если закопается, тут своим импейлом полкарты будет пробивать. В рейф пошел в НОВАНа. НОВАНа видят. Глимер кейп. На НОВАНа никто не вешает. НОВАН просто стоит в месте тавора. Пашу развалили. В первую очередь пришла за СФом. СФ попадает у нас под Йонасом Фан. СФ распался. Маг тоже здесь нормально получает. Кстати, а ну-ка, давайте глянем, как тут Маг смотрится. Никак Маг не смотрится. Маг у нас отправил... Нет, не отправился в таверну. Где Маг? Вот Никс Ассасин. Вот так он глазами команды НИП смотрится. Не пойми, есть ли он, вообще нет его. НОВАН после потерянного Эйджиса поднимается и... Сторона команды НИП в пижамах падает. Игнать летит у нас в СОЛО. СОЛО Дезвард уже провязал. Йонасом Фан дальше за СОЛО. СОЛО скорее всего здесь убивают. СЕМА ЗА СЛЕЙР здесь. СЕМА забирает КОГИ. Классные КОГИ от СЕМА. ЭРА. Юзает колдаун. Колдаун у нас от Рубика. Ну что, закомбечила команда Яггл Складрон. 100% закомбечила. Минусом Фан возвращает назад здесь Рубика. Рубика скорее всего убивает. ГАДЛАЙК здесь у НОВАНА. А где СФ? А что такое? СФ у нас делает ТФА. Ну и Лим даблкил в этом файте. ТРОИХ ТОЖЕ ЗАБРАЛИ. 33-28. Но здесь посыпались НИПЫ просто. Два байбэка. Два важных байбэка. Ну и... Со стороны команды Вега Сквадрон байбэк. Есть у Рубика. У них с Ассина. Как раз который сейчас в таверне. Ну и есть у СФ. Врыв у нас от Клокверка на Пашу. БКБ провязал Клок. Лагуна Блейд сквозь БКБ. Ну и здесь СОЛО. Снизу по Йонасу Мпану. Отменяет действие Дезварда у нас СОЛО. Просто отсюда уходит. Потому что мог бы уже Клок ворваться. Клокверка на Пашу. Ой, Вега уже выигрывает 15 тысяч золота и 10 тысяч экспириенса. Нормально вообще? Доигрались. НИПЫ. Ой, такой запрятный вид. Давно видел СОЛО. Моментально. Должны разваливать. СОЛО убивают. И он СОМ ФАН. Вот БКБ пошел подраться. КОЛДАУН у нас от ГЕРОКОПТЕРА. Лина на ЛОУ ХП. Лина умирает. Теперь НОВАН уже начинает настрелять по Силкиду. Очень классно это все у него получается. Развультился у нас НОВАН. Тебе он ГАДЛАЙК уже. Где ГЕРОКОПТЕР? ГЕРОКОПТЕР в это время под БКБ идет у нас на собственный ХГРАУНД. Не знаю, не успеет, наверное, добежать. ГЕРОКОПТЕР забирают. НОВАН ЭРУ тут не отпустит. Выкупается Огрмак. Зачем ты? 4-8-14. Что ты хочешь сделать? На мид лейн заходит команда Вегас Квадрон. НОВАН начинает пилить БАРАК. Пилит, 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 пилит. И ТАУР, точнее. И выпилит таки. Выпилил, давай. Забили. МАК в это время у нас сидит в своей норке. Если кто ближе подойдет, развалит. Минимум стандастер, наверное, вы увидите. НОВАН. Переход на последний ТАУР. Закрывает в КОГе сразу двоих. Статик шторм под ноги. Очень больно здесь и НОВАН, и всем остальным. НОВАН рассыпался. Рассыпается лишь рак. Два байбэка со старта. Гирокоптер еще 55 секунд в таверне. Врыв на Силкида. МАК против Силкида. И Силкид здесь умирает. Байбэк от НОВАНа. ТП-шка сюда. Ну и НОВАН здесь додавит команду НИНДИ в пижаму. ВЕГА-СКВАДРОН закамбечили эту катку. Закамбечили. Молодцы. Круто. ВЕГА-СКВАДРОН правда круто поступили. 20 тысяч они уже по золоту. А, ЛИМП еще не закончил, да, разговор? ЛИМП еще не закончил. ЛИМП еще готов фатиться. Ну здесь у нас уже СОМОЗ-СЛЕЙР. Контроль был. Команда ВЕГА-СКВАДРОН забирает у нас. ТРОН и счет становится 1-1. Ну что, поздравляем ВЕГА-СКВАДРОН. Конечно, непонятное абсолютно телодвижение от команды НИНДИ в пижамах. Что это, да как это? Гляньте на Рубика. Рубику нравится. СОМОЗ-СЛЕЙР просто угорает у нас. Вот он. Прямо под надписью закрыть. Самый веселый из персонажей. А ВЕГА-СКВАДРОН выигрывает вторую игру. Счет становится 1-1. И у нас впереди решающий матч между НИПАМИ и коллективом ВЕГА-СКВАДРОН. Кто кого? Кто все-таки выйдет у нас в финал лузеров? Кто будет сражаться с командой 4-Anchors NC Captain за выход в главный финал, где Na'Vi уже ждут своего соперника? Все, услышимся через 5-6 минут. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok